Время, когда погода нестабильна, получить насморк или кашель, как говорится, расплюнуть. К слову, именно воздушно-капельным путем и передаются вирусные инфекции. При кашле, например, мокрота, особо если она инфицирована, разлетается на 6 порядка метров. То есть можно получить свою дозу, и если эта инфекция садится на ослабленный иммунитет, то, соответственно, сразу вирус, это же внутриклеточный паразит, он сразу внедряется в клетки человека, а именно верхних дыхательных путей, и начинает активно размножаться. Если иммунитет достаточно высок, то организм борется. В противоположном случае поднимается температура, развивается заболевание, а при несвоевременном лечении возможны и осложнения. Прививки против гриппа, которые советуют делать в первой половине осени, могут облегчить течение болезни. Прививка полностью не защищает от того, что человек не заболеет, потому что штаммов много. Но каждый год создаются новые формы вакцины, которые рассчитаны на, предположительно, те вирусы, которые будут в данном сезоне. И, соответственно, сделав прививку, человек может и заболеть, но при этом идет перекрестный иммунитет и на вирусы, и на бактерии. За ведущей отделением профилактики Лариса Соловьева также отметила, что часто при вирусной инфекции люди сразу начинают принимать антибиотики, что совершенно не обосновано. На сегодняшний день мы получаем много антибиотиков с продуктами питания, с мясной пищей. И поэтому организм и так у нас насыщен антибиотиками. И уже многие инфекции резистентны к существующим антибиотикам. И нужны повышенные дозы антибиотиков. Не все антибиотики действуют. Поэтому лечение должно быть правильным и назначено доктором. Ну а чтобы и вовсе не болеть, нужно избегать скоплений людей, больше находиться на свежем воздухе, а также принимать натуральные витамины в виде ягодных морсов и фруктов. Кроме того, не стоит торопиться переходить на весеннюю одежду. Татьяна Брылова, Владимир Бижонов, Егор Хлябич и Елена Кошелева. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова